Праздник продолжения Дня Города стартует 17 августа в 12.00, сразу на четырех площадках. Самая крупная из них на Лыбецком бульваре. Детская азбука Рязани представит 27 двухметровых букв алфавита, рассказывающих о городе. Например, буква В поведает о ВДВ, К – о Касапузе. Будет и маленькая К, где можно ловить рыбу. Будут бумажные домики, из которых дети легко соберут улицы, а из улиц целый город. По другую сторону Лыбецкого бульвара рязанцев будут ждать на гастрономическом фестивале. Также с 12.00. В течение всего дня у нас также будут на территории города проходить пешеходные экскурсии. На сайте и в соцсетях Управления культуры размещена подробная инструкция, как можно записаться на эту экскурсию. Записаться можно онлайн. Этот формат, он очень востребован и интересен и рязанцам, и туристам, которые к нам приезжают. Поэтому вот такая программа разговоров с городом. Поэтому жителей и гостей города приглашаем поговорить с городом на разные темы. Новую дату дня города выбрали не случайно. 17 сентября – Всемирный день разговоров с городом. Поэтому пешей экскурсии как раз и призванный этот диалог между жителями и Рязанью исторической выстроить. Туристов же для первого знакомства с городом приглашают в Кремлевский сквер. Молодежи наверняка будет интересна площадка у хлебозавода. Там свои работы представят скульпторы, художники и фотографы. Главной концертной площадкой станет опять же Лыбецкий бульвар. В 18.30 там стартует большой галоконцерт с участием рязанских артистов, кавер-групп рязанских. Поэтому приглашаем всех попеть, потанцевать. И завершит праздничную программу выступления Тины Кузнецовой. Говорят, что погода рязанцев и гостей города тоже побалует. 18 градусов без дождя обещают в администрации на всех площадках. Лыбецком бульваре, ЦКПО, Лесопарк и Кремлевский сквер. Полную программу мероприятий можно найти на сайте администрации города. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город.